Одразую два масштабные пленеры. Прямая культурная столица Беларуси 2016. На Молодежинской земле проходит творшее спотканье мастаков и скульпторов. Майстры живопису из Израиля, Армении, Литвы и Китая натхняются белорусскими краевидами и передают на полотне колоритные пейзажи, храмы, палацы и замки. Скульпторы же будут кропотливо працевать на протягу месяца. На пленер трапила и Александра Драгон. Быцамбудалник Игорь Засимович спрытно справляется с болгаркой и арматурой. Скульптор, окрацовая поверхную валуну, капскласть из каменной мозаики скульптуру. Просвечая свою композицию не герою, эти важные падеи – музычному инструменту, саксофону. Камни – это застывшая музыка. Я решил, чтобы получилась задума, что соберу такой каменный инструмент. У нас алмазные круги отрезные, все шлифмашинки, так что сверлим, пилим. Под спрытными навесами, которые будут оховывать прационный материал от пекучего солнца и дождю, працуют всем скульпторам. Собрал творчую команду на Молодежинской земли пленер, верни Сашка Мяню. На протягу месяца маэстры будут кропотливо выпиловывать скрулых формул, мудроелистые композиции. Каждый из участников делает композицию, связанную с музыкой, его видением музыки и как это все относится с камнем. Родилась идея сделать не просто скульптуру, связанную с музыкой, а скульптуру, которая была бы интерактивна. То есть можно было бы сыграть на этой скульптуре. Каменные прототыпы духовых, ударных, клавишных, музычных инструментов После пленеру знайдуть место на Молодежинских улицах и у городских скверах. До речи, одночасово культурная столица Беларуси 2016 гостина примает еще одну арт-падею. Международный пленер мыстаков, куда из-за Виталина выживописцы из Китая. Амаль три годы мы добра супрацовничаем с этой краиной. У нас отбываются дни культуры Китая у нашей краине. И отбылось уже шмат выстав со знакомитыми мыстаками из Китая. У них возникло великое ожидание так само принять удел у пленера Мастакова «Молодежина арт-2016». Артем Капуста приехал из Израиля. Мастак с беларускими коронями признается, а чувай себе тут як дома. Працуем мужчина у классичной технице аллейного живопису. За час пленеру написал две картины. На одной из их предметные национальные рисы. Пришла идея изобразить такой семейный старый самовар. Беларусский самовар с историей какой-то семьи. Здесь есть цветы, марки, чашки. Что называется «плячом да пляча» за Артемом працуе мастачка за Армении, якая узела за натурщика беларуского солмянного павука. 14 мастаков объединял Молодежинский пленер. На протягу двух ты дней живописцы працевали над своими полотнами. До речи, творчость сумещали с подорожами. Натхнялися беларускими краевидами. А у гэту пятницу авторские картины упрыгожат стены Палаца культуры. Па час пленеру, некоторые мастаки написали не одну серую дыбтихау с беларускими пейзажами, храмами, палацами и замками. За уластного портфолио две картины презентують Молодечну. Узнак удячности и загастинность и натхнение. Александр Драгун и Миколай Лашкевич. Агентство «Ателі Новин».